Вот и закончилось 8-е всеукраинское молитвенное собрание, которое проходит здесь, в центре города. Вы знаете, очень интересное было событие, много разных конфессий, религиозных конфессий было, выступали другие служители, религиозные служители за поддержку семейных ценностей, единства Украины, религиозного взаимопонимания и много-много представителей власти было на этом молитвенном завтраке. Люди мои, что над ними кличутся имя моё, и помолятся, и будут шукать имя моего, и повернуть со злих своих дорог, то я вислухаю из небес и прощу их грех, да я вилікую их край. Другая книга Хроник. Боже всемогутный, прости за каждый грех, который коится и коится на нашей земле. Господи, благослови смирением и покаянням перед Тогою всего народа Украины. Ты, как подсумок, Бог очекает от нас веры и доверия. Молюсь за родных и близких своих братьев, с которыми разуме шоу-бие. Хабраев, Тома, Михаил. Завтрак прошёл успешно. Более тысячи человек пришло на этот молитвенный завтрак. Представители разных стран были. И Англии, и Венгрии, Америки, ближнего зарубежья. Вы знаете, они очень-очень были довольны и видели потенциал именно отношений. Многие политики наши, представители власти, молились за Украину по разным территориям и аспектам. Но знаете, что для меня стало очень интересным? Сзади меня это здание, в котором проходил молитвенный завтрак, был построен как музей Ленина в советское время. И там, где должно было провозглашаться безбожие, тот, кто говорил о том, что вообще Бог не является ценностью для Советского Союза, тот, кто боролся против верующих людей, сегодня его там нет, его память стёрта. И там, в том месте, где строили памятник безбожия, стало местом для проведения молитвенных завтраков за Украину. Друзья, это событие очень важное, это восьмой молитвенный завтрак Украины. И я верю, что нам нужно поддерживать эти инициативы разных людей, которые ищут благословения для Украины. Поэтому это очень было важно, очень было ценно. И там даже объявили о том, что уже есть более 100 петиций от народных избранников Украины о том, чтобы перенести наше посольство из Тель-Авива в Иерусалим. И мы за это молимся и, кстати, общаемся с политиками о том, чтобы это произошло. Друзья, это восьмой молитвенный завтрак в Украине, в Киеве. И мы очень благодарны Богу за эту возможность. Субтитры создавал DimaTorzok